что стоять расскажешь опять опять же утро друзья приобретать ночью смотрит у нас утро 7 20 утра район кузьминки и мы выдвигаемся на рейд против объездунов по тротуару это не обычный рейд это не как обычно бывает когда мы ходим около какой магазин или торгового центра где люди уже по факту припарковались мешает пройти пешеходам это такой тротуар более щепетильного характера потому что в данном случае люди торопятся на работу и соответственно не мало то что нарушает правила дорожного движения они даже не замечают людей вокруг себя и вероятность сбития того или иного пешехода понимаете да возрастает прямо причем геометрической прогрессии такие рейды мы очень любим как и вы потому что они очень и очень полезны ну а что из этого получится давайте посмотрим максим ты можешь пару слов нет не вопрос так ты знаешь не даешь сказать но я извиняюсь я надеюсь что люди будут адекватные обойдется без происшествий а да все верно очень ладно вовсе же спасибо кирилл да один вопрос к тебе все время смотрю почему никогда не застегиваешься мне кажется мне сейчас ребята все я зря ты говоришь если моя невеста увидит видео что ты мне так говоришь все говорят она же мне вот так вот просто я просто смотрю я застегнут это вы не увидели я был застегнут же правильно спасибо спасибо здравствуйте очень часто здесь бываем обращаем внимание на ваше транспортное средство которое стоит около остановки здесь нет парковки по правилам дорожного движения что просите но вы себя начните причем есть другие а причем есть тропинка по правилам дорожного движения здесь не должно быть транспортного средства около остановки общественного транспорта также как пешеходов на проезжей части не должно быть правильно будьте добры переставьте машину пожалуйста спасибо больших и не паркуйте около остановок это небезопасно просто для людей хотят они до уезжать не знаю не хотят доброе утро не открывается понимаю замерзло стекло задним ходом пожалуйста на проезжую часть здесь тротуар здесь тротуар вот это проезжая часть я пешеход который ходит по тротуару все и который вам не уступит движение не даст вам ехать по тротуару все задним ходом пожалуйста вы плохой пример подаете обращать я сказал но пошли здесь работа в управляющей компании здесь тротуар ну вот кузьминки как бы у жилища называется знакомы да с нашей компании она у него печальная репутация так что здесь проезжая часть можно ближе не подходить как-то здесь проезжая часть да ну и все хорошо отойди дороги нет я же говорю я управляющий управляющий своей компании габу жилищи здесь тротуар здесь не тротуар здесь выбор тротуар здесь наверное какой-то еще что-то да вы водитель да правило читали не и даже на большом водитель а у нас вы из машины вышли сейчас да а где нам ходить это проезжая часть правильно как а как мы должны определить ну кто где должен пройти где нам где нам ходить вот как мне понять что я именно здесь не могу ходить мне левее на метр или правее а вы пассажир а чего мне тогда и по мозгу полоскать если я пассажир ну нет это не интересно мне только с водителем интересно вы настроены на конфликт так скажите чего я время теряю давай 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 конфликтуй начинай а ты еще без камеры трус что ли без камеры трус нет нет ну все это да выключи камеры трус ну вот как ты без камеры еще что с ними шапку иди общайся с ними шапку что за просто такая выключи камеру с ними шапку иди общайся мусорская ты понял а ты кто а ты бедляцкая все все проглотил сожрал давай до свидания короче я просто поражаюсь мусорская ну вот когда тебя будут бить там втроем вчетвером я обещаю я полицию не вызову чтобы не быть мусорской ну как ты сказал кем-то а грузовик проехать может значит это и тротуар до дата почему тому же стал сотрудники в дд а там узкая Узкая часть, что грузовик, если не проедет, значит считается тротуар. Проедут. Это в правилах так написано. А чем разграничить? Что происходит? Какой грузовик? Какой тротуар? Последняя пятница 21-го ходящего года. Зеленодольская. 8 часов 15 минут и пробок просто нет. Да, друзья. Можно я тебе приобрести? Да, конечно. Как всегда. Давай на здоровье. Да нет, ну прям почти, так скажем, канун Нового года. Вот канун Нового года. Преддверий Нового года. Да, да, преддверий Нового года. Мало того, что здесь очень мало опоздунов, обездунов. Тут еще как таковой пробки нет. Поэтому мы приехали сюда на проверочное, так скажем, мероприятие. Но не обнаружили такого количества нарушителей. Сегодня за утро было порядка 10 автомобилей, наверное, в общей сложности. Ну и все. Как бы пробки нет. Поэтому просто давайте переключимся и посмотрим сюжет с нелегальной парковкой. Мы тоже такой сюжет вам отсняли. Решили попробовать себя в этом. Но давайте посмотрим, что получится. Снега там нет. Не удивляйтесь, это было снято месяца полтора назад. Ну, просто посмотрите. Да, у меня шапка у Максов. В машине я забыл. Ну, ее надо доставать с верхнего полка. Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас необычный рейд. Рейд связан не с ездой по тротуару или парковкой. Но особо умные и обдаренные решили присвоить городскую парковку. Вот вы просто представьте. Вы едете по улице, видите разметку, видите соответствующий знак постановки транспортных средств относительно на проезжей части, да? Хотите припарковаться. Но вот это парковочное место, точнее не одно, а несколько, огорожены конусами. И огорожены они только для своих. И вот именно сегодня, сейчас и специально для вас, мы проведем вот такой вот необычный рейд. Просто, кстати, он обычный. Когда-то мы делали такие рейды, но подобного давно не было. К вашему вниманию представляем. Просто есть автомобиль, который будет... Парковаться. Спасибо, что влез. Ну ладно, тогда рассказывай. Он будет парковаться. Дело в том, что пока по городу Москвы резервирование парковочного пространства у нас запрещено. Вот, соответственно, машина захочет припарковаться на парковочном месте. Как я сказал ранее, при своле парковочное пространство, этот автомобиль у нас просто протаранит пару конусов, дабы встать комфортно. Но, естественно, не получится комфортно постоять, потому что охранники сразу подойдут и скажут. Парковочное пространство как-то охранник мужчина, пока он не убежал. Все, более, как говорится, с поличным. Это самое любимое. Как контрольная закупка, так и с поличным. А, он уносит конусы. Смотри, он вещдоки уносит. Да это не он, это другой. А, это другой, да? Как не он? А, это еще один, я понял. Так, ну надо какие-то конусы, наверное. Перефестные доказательства не уносить. Сейчас сотрудники охраны. Сотрудники разберутся без вас. Это не ваш конус. А это не ваш, это наш. Нас больше, мы говорим, что это наше. Ну, оставим. Да, дальнейшее разбирать. Не надо никуда. Конечно, что правильно. Так и вы руками не трогайте. Так и вы руками не трогайте. Что вы трогаете? Что вы трогаете рука? Что написано, что это ваше собственность? Ну что, ваше что не написано? Ваше, может, наше. Это не ваше, нет? Не, ну а как вы, вы как-то подтвердите? У нас есть чеки на эти конусы? А у вас есть? Там береги. Я сейчас могу сказать в автомобиле и предъявить чеки на эти конусы. Они, во-первых, сначала завладели моим имуществом, а потом с помощью моего имущества еще оградили парковочное пространство. Я считаю, что это неправильно. Ужас. Друзья, у нас есть ответ из префектуры, так вот, знаете, тезисно сейчас скажу, где префектура пообещала взять на особый контроль данные парковки, участок парковки, а также там написано в обращении, вы увидите вот это, точнее, ответ, а не обращение, где они также изложили, что побеседовали с представителями сервиса, но, судя по тому, что мы сейчас видим, ничего не изменилось. Чехать они хотели. И на префектуру, и на официальные запросы. Даже на полицию, при которой все это совершает. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Вот при сотрудниках полиции стояли конуса, препятствия на дороге было, даже мы видели ДТП одно совершилось, небольшое, машина заезжала, препятствие попало под машину, правда, машина уже уехала, не стала заявление писать. Ну, просим, соответственно, принять меры, оформить. Заявление будете писать? Обязательно, конечно. Хорошо. Кто будет представителем? Ну, я, например, могу написать. Хорошо. Так, соответственно, фотофиксация, как... То есть вы на машине были? Ну, мы, как бы, и на машине, да, мы вот на каршеринге приехали, как бы. Вы, когда подъезжали на каршеринге, данные препятствия блокировали ваше здесь... Совершенно, мы не могли припарковаться. Не могли, да? Не могли, да? Есть тоже видеозапись, как вы подъезжали, а препятствия вам мешали. Более того, приехали сотрудники полиции, и при них охранники начали убирать конусы, и полицейские не дали их унести. Это уже при сотрудниках полиции было, что вот они приехали и визуально зафиксировали факт нахождения препятствий. Хорошо, сейчас тогда присядем, если вы не против машины, в тепло. Договорились. Напишем заявление, потом, получается, вы предоставите видеоматериал, приложим его так к заявлению, то есть, соответственно, на флешке, либо на диске запишите. Да. Мы все это будем отправлять на рассмотрение. Круто. Здорово. Договорились. Все. Все тогда. Все. Мы нужны, нет? Нет, я думаю, что у нас там прикрысту отправили. Нет, нет. Я думаю, что мы сами отправимся. Здесь есть, отправят все. Все, спасибо. Все, давай еще. Все, Иван, спасибо. Хорошей службы вам. Да, спасибо. Очень смешно. Получается, сотрудники патрульно-постовой службы, пока находились здесь, не дали ему нести конусы. Естественно, охранники не будут же, так скажем, как называется, препятствовать. А, я знал. А что вы меня пинаетесь-то? Думаете, я что, не знал, что ли? Ваше лицо знакомое. Я знаю вас. Ну, знаю, чем. Что вы не знали? Обидели, что ли, то, что вызвали полицейских, что ли? Секунду, в чем вы меня знаете? Да тем, господи, не надо дурачка включить. Взрослый мужик уже. В чем он? Взрослый мужик. Я понимаю. Ну, высына, борода есть. Ну, что сейчас за детский сад? Я не понимаю, а в чем проблема? Ну, не понимаете, все, выключите мозг. Вышли навстречу, вышли навстречу и вызвали... Вы меня почему толкаете? Захотел. То есть вы захотели мне толкнуть? А такое право мне толкать? Имею. Какое? Такое. Какое? Прямое. Какое? Российское. Какое российское? Государственное. Какое? Гражданское. Какое, дружок? Правовое. Какое правовое? Как активист. Какое активист? Почему от вас перегором пахнет? Секундочку, это мое право. Да? А, ну вот видите, вы не... Это мое право. У вас траектория косая. Вы шли и врезались в меня. Нет, нет, нет. Траектория у меня прямая. Ты права находиться в общественном месте. Я иду и вижу, как он на меня косится, идет навстречу. Я вижу, как он тебя ободнул. Да, да, да. Я иду по своей траектории, просто вот как молодой человек именно с правой стороны, и вижу, как он начинает именно смещаться в мою сторону. И я понимал, что сейчас будет детский сад, и он толкнет меня плечом. Я также напряг тело, руку, и, соответственно, бум, его отпихнул. И он в шоке, аж не ожидал такой. Я принимаю лекарства на спиртовой основе, так что вы... Я понял, я уже погуглил, да. Да, погуглил, что погуглили? Погуглили, что бывают такие лекарства, и я не прав. Да, да, да. Так что вы знаете, как бы не надо. Договорились, я приношу свои глубочайшие. Но видите, человек оправдался, он принимает лекарства на спиртовой основе, поэтому я искренне извиняюсь, я был не прав. Жесткие лекарства, на самом деле. Уж прям можно драконом дышать, подставлять спичку, и возгорать. Говорят, это все здорово, но перед вами вообще мужчина приезжал с пилами, с болгарками и так далее. Это он, конечно, перебарщивал. Да, да, поэтому мы вас и вызвали, сказал я сотруднику участковому. Значит, а на самом деле молодой, грамотный, молодец, но здесь-то хочется спикнуть все это с себя. Говорят, это не наше ведомство. Я все по подведомственности передам. Вы нам видео только дайте, я все сделаю, перед сотрудником. А что за такой бравый молодец, который приезжал сюда с болгаркой спиливать? Ну, не будем говорить. Это тоже активист в статусе депутата. Му? Да, му. А, му, ну вот, я тебе говорю, му. Понятно. Там BMW 7 стоит, лонговая, и на ней военные номера. Так что понятно, откуда, в принципе, у них смелость присваивать себе парковочное пространство. Ну, совершенно верно. Я ему так и сказал, что вряд ли вы что-то сделаете, товарищи, потому что здесь машина сотрудников обслуживается. Субтитры подогнал «Симон»